Главный банк Республики Коми отмечает 100-летний юбилей. Его история началась в 1923 году, когда было создано Уссесольское отделение Государственного банка РСФСР. Путь государства всегда был тесно связан с денежным обращением. По банкнотам и монетам можно отследить, какие периоды переживала страна. Как история России повлияла на главный банк Республики, расскажет Мария Дымова. Только что закончилась гражданская война. В стране поменялась власть, а с ней и денежные знаки. На смену банкнотам с изображениями императоров пришли червонцы. Перед банкирами встал главный вопрос. Как теперь осуществлять торговые расчеты и стабилизировать денежное обращение? В это непростое для страны время в Уссесольске открывается отделение Госбанка. Тогда, сто лет назад, помимо привычных операций с деньгами, оно занималось продажей и доставкой муки, сахара и других продуктов. А инкассаторы ездили на повозках. Отделение Главного банка страны вместе с нашей Республикой, да и со всей стороной прошли долгий путь. Это были и первые пятилетки советские, и Великая Отечественная война, послевоенные восстановления экономики, затем тучные годы застоя и перестройка. Но что самое главное, это благодаря профессионализму, я бы сказал, стойкости наших работников, все задачи, которые стояли перед банком, всегда выполнялись. И вот сейчас отделение Национальный банк Республики Коми активно осуществляет расчеты, занимается обеспечением наличноденежного обращения, а также расширяет доступность финансовых услуг и продуктов. Современное здание Главного банка Республики знакомо многим. Но знаете ли вы, где он начинал свою историю? Сначала он располагался в доме купца Суворова, но уже через пару лет переехал в собственное здание. В дом по улице Советской, тот самый, где сейчас находится Министерство физической культуры и спорта. Именно в этом здании располагалось Уссысольское отделение долгое время. Спустя десятилетия уже в современном офисе появился Музей денег. Среди экспонатов старинные банкноты, советские монеты и документы, которые рассказывают об истории Первого банка на Коми-Земле. В газете ЮГТУ и появилась информация о том, что Уссысольское отделение Госбанка, помещающееся на улице Набережной, в доме купца Суворова, открывает свои действия по производству всех предусмотренных положением о Госбанке операций. За годы работы музея в коллекции накопилось более тысячи экспонатов. Что-то присылали из других городов. Некоторые объекты перешли на музейные витрины из личных архивов. Но есть экспонаты, история которых окутана тайной. Самый большой и тяжелый экспонат музея – это сейф британской марки весом в 300 килограммов. Таких в Советском Союзе обнаружили всего два, причем один из них долгое время использовали в Усть-Цильме. Как он оказался в северном селе, до сих пор остается загадкой. Стенки таких сейфов состоят из трех слоев металла и прослойки бетона. Замок возможно открыть только при помощи ключа. И даже высверлить его не получится. Среди уникальных экспонатов купюра номиналом 1 миллиард рублей. Такие банкноты были в ходу всего несколько недель. Поэтому увидеть их – настоящая удача. На другой витрине банкноты, которые в народе ласково называют «Катенька» и «Петруша». Они как будто созданы в качестве произведения искусства. Узоры, вензеля и портреты великих правителей России. На многих купюрах есть надпись «Образец». Это вовсе не говорит о том, что они не настоящие. Образцы создают точно так же, как и привычные нам деньги. Просто оплатить ими покупку в магазине не получится. Банкноты в музее выглядят как новые, в отличие от тех, которыми мы пользуемся каждый день. Денежные знаки, пройдя цикл своего нахождения в обращении, поступают на предприятия, которые наделены правом уничтожения. И вот там они до такой степени измельчаются. Обратите внимание, что здесь они состоят прямо из таких мельчайших кусочков. Такой брикет получается из миллионов рублей. Вот для сравнения измельченные 25 миллионов. На первый взгляд и не скажешь, что тут такие суммы. Пересчитать их можно было бы прямо в музее. Тут есть маленькая коллекция аппаратов для счета, сортировки и упаковки денег. Это далеко не все экспонаты, которые являются отображением истории России. За сто лет существования главного банка КОМИ страна, а с ней и республика, пережили много переломных моментов. И все они нашли отражение в денежном обращении России. Мария Дымова, Павел Люленмин, телеканал Юрген.